Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев. Сегодня у нас в полидельник началась новая торговая неделя на валютном рынке Форекс. И мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начнем по традиции с календаря событий. В 12.30 по московскому времени мы получим данные из Великобритании. Будет опубликован индекс PMI для производственной сферы. В 4 часа дня по московскому времени мы получим отчет из Германии. У нас будут опубликованы предварительные данные по инфляции за май. И в 6 часов вечера по Москве мы получим уже отчет из США по производственному инфляции УАСМ за май. Начнем наш обзор по традиции с парой евро-доллар. В первой половине дня не ожидаются публикации важной маркотинамической статистики. И на этом фоне можно ждать развития боковой тенденции. В американскую торговую сессию мы получим два отчета. Первый отчет – это предварительные данные по инфляции в Германии. И второй отчет мы получим из Штатов по производственному индексу УАСМ. Это PMI для производственной сферы. Просто он называется УАСМ. Что касается первого отчета, то рост индекса безработицы со своими воспалением объема розничной торговли указывает на сжазе инфляционного давления ведущей экономики еврозоны. И на этом фоне можно ожидать небольшого снижения котировок пары евро-доллар. У нас пара евро-доллар сейчас предкосрочно перепродана. И поэтому сейчас пока не стоит ожидать сильного снижения, потому что у нас на этой неделе впереди центральные события. Это заседание Европейского Центробанка, оглашение итогов. В четверг, получается, у нас будет 5 июня, в четверг. В 15.45 в Москве будут оглашены итоги заседания Европейского Центробанка. А в 16.30 в Москве в четверг будет пресс-конференция президента ЕСБ Марио Грайги. Соответственно, не стоит пока ожидать сильного снижения котировок пары евро-доллар, но некоторого снижения мы можем увидеть. Также мы получим отчет по производственному индексу АСМС США. Можно ожидать выхода данных на уровне медианопрогнозов или чуть лучше. У нас медианопрогнозов показывают рост по сравнению с предыдущим месяцем с апрелем. Соответственно, это тоже небольшой позитив для американского доллара. И, соответственно, во второй половине дня можно ожидать некоторого освоения котировок пары евро-доллар и укрепления американской валюты соответственно. На сегодня необходимо выделить следующий уровень поддержки сопротивления по паре евро-доллар. Поддержка расположена на отметках 1.3613 и 1.3586. Сопротивление расположено на отметках 1.3648 и 1.3731. Уважаемые коллеги, если есть какие-либо вопросы по паре евро-доллар, то вставайте, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну а мы пока перейдем к следующей нашей валютной паре. Это у нас пара фунт-доллар. Центр макроэкономического снижения и маркет-экономикс сегодня опубликует отчет по индексу PMI для производства Северной Великобритании. Стоит отметить, что Национальное бюро статистики пересмотрело в сторону уменьшения роста промпроизводства в первом квартале, что указывает на возможное развитие негативных тенденций в этой отрасли экономики. Соответственно, сегодня трудно рассчитывать на выход данных лучше медиана прогнозов, что не сможет оказать поддержку британской валюте, несмотря на то, что текущие уровни достаточно привлекательны для открытия предкосрочных длинных позиций по паре фунт-доллар. Штаты опубликуют сегодня аналогичный отчет, то есть по PMI для производственной сферы, только он называется ISM для производственной сферы. И если сегодня мы увидим хорошие данные, то дисходящая тенденция в паре фунт-доллар может усилиться. Американская экономика, согласно опережающим индикаторам приведенской уверенности в мае показывает рост, и позитивный релиз может преободрить медведей на открытии коротких позиций в паре фунт-доллар. На сегодня необходимо выделить следующие удержки сопротивления по британской валюте. Поддержка расположена на отметках 1.6730-1.6692, сопротивление расположено на отметках 1.6773-1.6819. Уважаемые коллеги, есть ли какие-либо вопросы по паре фунт-доллар? Задавайте, пожалуйста. Ну а мы пока перейдем к следующей нашей валютной паре. Это у нас на очереди пара доллар-миска и иена. Первый торговый день новой пятидневки на валютном рынке Форекс. Следует ожидать развитие боковой тенденции в рамках диапазона 101.40-1.2.10 по паре доллар-японской иена. Несмотря на мощный рост на фондовых площадках, быки по паре доллар-иена не могут взять ситуацию под свой контроль, потому что рост инфляционного давления в Японии выступает сдерживающим фактором для роста котировок пара доллар-иена. Соответственно, поскольку рост инфляции растет, в апреле она показала значение 3,4% в годовом вычислении. Это очень высокий уровень. Такой высокой инфляции в Японии не виделись уже много лет. Соответственно, это все выступает сдерживающим фактором для ослабления японской иены, поскольку рост инфляции не позволяет сильно ослабиться японской иены. И, соответственно, у нас с другой стороны есть тоже небольшое противоречие. У нас есть прямая корреляция между парой доллар-иена и, соответственно, фондовыми индексами. В первую очередь, индексом Японии и P225. Соответственно, если индекс растет, то прибавляет весь и пара доллар-иена. Вот поэтому у нас сейчас две такие идеи инвестиционные. С одной стороны, медведи пытаются продавить котировки вниз на фоне роста инфляции. Рост инфляции указывает на то, что Банк Японии сейчас в ближайшие месяцы, месяц-два, не пойдет на увеличение стимулирующих мер. Соответственно, увеличение стимулирующих мер приводит к расслаблению национальной валюты. И поскольку Банк Японии пойдет на увеличение стимулирующих мер, то, соответственно, мы спрямляем расслабление японской иены. Но, с другой стороны, мы видим негативные тенденции в производстве в Японии. Отчеты выходят негативные, и, соответственно, это говорит о том, что не все так хорошо в японской экономике. С одной стороны, инфляция растет, но, с другой стороны, не все индикаторы другие, они тоже растут. Поэтому, поживем и увидим. Все же в этом году можно ждать от Банка Японии продолжения увеличения стимулирующей программы, и, соответственно, это вызовет определенное ослабление пары доллар-иена. Но это уже будет, скажем так, в среднесрочной перспективе. Краткосрочная перспектива на 1-2 месяца, если так это можно сказать, конечно, трейдеры, которые занимают краткосрочные позиции, это обычно 3 дня или 2-3 дня. Это уже средний срок, поэтому, скажем так, наверное, в долгосрочной перспективе мы ожидаем некоторого ослабления японской иены, а краткосрочная и среднесрочная перспектива, то это, скажем так, боковая тенденция на дневную графику по паре доллар-иена. И поэтому сейчас быки пытаются отыгрывать инвестиционную идею с ростом на фондовых площадках. Но у нас на фондовых площадках был очень хороший рост на минувшие недели. Индексы DAX 30 немецкий, S&P 500 американский обновили исторические максимумы, и, соответственно, можно ждать некоторой коррекции по данным индексам. Эта коррекция может негативно отразиться и на фьючерсе, и на Nikkei 25, соответственно, пара доллар-иена будет тоже под небольшим давлением. Поэтому ожидаем вновь развития боковой тенденции. Есть факторы за рост котировок, есть факторы за снижение котировок, поэтому у нас флэт по паре доллар-иена. Пока нет негативных драйверов для выхода из данного диапазона. Вполне возможно, что драйвер появится в пятницу, когда у нас будут опубликованы данные по американскому рынку труда. На сегодня необходимы будут следующие уровни поддержки сопротивления по паре доллар-иена. Поддержка расположена на отметках 111.42.177, сопротивление расположено на отметках 101.95.102.39. Уважаемые коллеги, здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления. Уважаемые коллеги, если есть, поставьте, пожалуйста, плюс. Да, отлично, большое спасибо. Видим, какие-то некоторые технические проблемы присутствуют. Большое спасибо за плюсы. Здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по основным валютным парам. Вы с ними можете ознакомиться. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы. Вот уже к нам поступили вопросы. Волгосрочной перспективе у пары фунт-доллар падение или рост? Вы знаете, в долгосрочной перспективе пока сказать тяжело. Вот если, допустим, смотреть на пару евро-доллар, то здесь в долгосрочной перспективе снижение. Здесь есть определенный, скажем так, фундаментный лент, потому что много негатива в еврозоне, соответственно, этот негатив будет реализовываться. И очень часто на рынках происходит так, что у нас есть определенный негатив, но, тем не менее, движение идет против фундаментальных факторов. То есть у нас инвесторы загоняют, допустим, котировки наверх, как вот это было, допустим, в 2008 году. У нас было очень много негатива, начиная с марта месяца, но, тем не менее, у нас котировки шли вверх по многим рынкам, на товарном и на рынке форекс. И что в итоге на рынке фондовом, на рынке акций, и что потом мы увидели, все, наверное, помнят, что в 2008 году. Сейчас ситуация примерно логичная, в еврозоне ситуация очень негативная, и все равно мы видим, в этом году мы видели рост, в ядваре мы видели снижение, потом в феврале рост, в марте тоже мы подросли, в апреле была некоторая консолидация, в мае мы установили максимум за последние несколько лет. Соответственно, нету сейчас перспектив таких фундаментальных для того, чтобы у нас был курс 1.39.90, который мы видели 8 мая, то есть месяц назад. Нету сейчас для этого фундаментальных факторов. У нас по текущей ситуации курс должен быть, ну как, скажем так, максимум 1.30. Даже чиновники из Европейского центробанка об этом заявляют, что при 1.30 еще можно наладить, скажем так, экономику в регионе. Все, что выше, это уже негатив. Тем не менее, мы видели в мае 1.39.92, то есть почти 1.40. То есть такое тоже бывает, такие вот раскрывации. Но чем они обычно заканчиваются? Они обычно заканчиваются сильным обвалом. То есть если мы видим сильный рост, причем у нас тенденция негативная, потом мы видим сильный обвал. Соответственно, мы примерно это и наблюдали. Потом 8 мая мы дошли почти до 1.40, потом мы видели, как сразу же был резкий такой скачок вниз. Поэтому по паре евро-доллар тенденция есть определенная, ярко выраженная. Мы сейчас ее будем реализовывать, скажем так, и во втором квартале оставшемся, то есть в текущий последний месяц июня, и в третьем, четвертом квартале текущего года. Вот по паре фунт-доллар сказать уже сложнее долгосрочная тенденция. На второй квартал я давал свой прогноз. У нас был вебинар инвестиционной идеи второго квартала. Я раздал прогноз на втором квартале боковик по паре фунт-доллар от отметки 1.67 до отметки 1.70. То есть нет предпосылок в втором квартале для сильного выхода за этот диапазон. Нету драйвера для роста, нету драйвера для снижения. То есть с одной стороны пара фунт-доллар достаточно будет привлекательно для покупок, но с другой стороны сильный рост курса британской валюты будет выступать не сдерживающим фактором для роста экспорта и также негативен для промпроизводства. Соответственно, это все негатив для темпов экономического роста, поскольку у нас в показателе ВВП тоже весомую роль составляет и чистый экспорт. Не весь, скажем так, торговый баланс, а именно чистый экспорт нужно смотреть. И тоже небольшую роль вкладывает и промпроизводство, конечно, в Великобритании сфера услуг в основном, но промпроизводство тоже определенную часть в себе несет, несет в себе и чистый экспорт, соответственно, это высокий курс. То есть выше 1.70 – это негатив и для промпроизводства, и для чистого экспорта. Соответственно, здесь уже нужно думать, что будет выгодно финансовым властям Великобритании. Если, допустим, курс вырастет, допустим, до отметки 1.75, не помешает ли это экспортерам, промышленным властям? Скорее всего, помешает. Поэтому сейчас мы видим, что у нас по второму отчету ВВП были пересмотрены оценки и по чистому экспорту было уменьшение, то есть в негативную сторону пересмотра по промпроизводству, небольшой пересмотр в негативную область. Соответственно, это такой первый тревожный звонок, что сильного укрепления пары фунт-доллар ждать не стоит. Но, с другой стороны, есть один фактор для продолжения роста котировок, то, что если у нас будет сокращение безработицы в Великобритании, то на этом фоне у нас будет рост котировок пары фунт-доллар, поэтому инвесторы будут покупать пару фунт-доллар и будут все это объяснять тем, что Банк Англии якобы пойдет на скорое ужесточение директорно-предитной политики, то есть в ближайшей перспективе будет увеличение учетной ставки. Однако это просто все будут в разговорке, потому что Банк Англии уже много раз заявлял, что раньше апреля месяца он на увеличение не пойдет. Учетная ставка, соответственно, ничего ожидать такого не стоит, но, с другой стороны, инвесторы все равно будут покупать, и нужно же дать этому объяснение, ведь просто так, скажем так, если, допустим, все купили, национальные инвесторы, обычные розничные трейдеры продали, розничные трейдеры в убытках, институтах, плюсах, соответственно, такой парадокс вроде бы, почему тренд растет, нужно дать объяснение, и, соответственно, вот у нас дают объяснение, что Банк Англии пойдет на ужесточение в 2014 году денежно-предитной политики. Однако это абсурд, потому что Банк Англии уже много раз заявлял, что такого не будет. Поэтому вот смотрим на безработицу, если она будет сокращаться, и хорошими темпами, допустим, по 0,1% каждый месяц, в каждом отчете мы увидим, или даже в каком-то отчете 0,2% сокращения, соответственно, это может выступить драйвером для предпосроченного такого низко-бычьих настроений, и мы можем увидеть правый в отметке 1,70. Но вот на сильный рост я все же не рассчитываю, потому что, как я уже говорил, это негатив для экспортеров и промышленников. Почему, допустим, евро тоже не дошел выше, скажем так, дошел в область 1,40 и дальше не пошел, потому что много раз немецкого бизнеса заявляли, что на 1,40 у нас будут большие проблемы. А немецкий бизнес, это, скажем так, Германия, ведущая экономика еврозоны, соответственно, немецкий бизнес, он вкладывает весомое участие в еврозоны. Поэтому мы увидели примерно, скажем так, поход в область 1,40, но 1,40 мы не коснулись, и потом мы видели разворот. Поэтому можно следить за показателями по уровню безработицы и уже отыгрывать эти, скажем так, инвестиционные идеи. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, еще свои вопросы, у кого какие есть. Завтра, во вторник, 3 июня в 10.30 мы проведем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка Форекс», где рассмотрим текущую ситуацию на рынке. Приглашаем всех желающих принять участие. Поэтому, как я уже говорил, если вы присматриваетесь к долгосрочной такой стратегии, к долгосрочной сделке, то, на личный мой взгляд, лучше все же смотреть на евро-доллар, чем на фунт-доллар. В паре евро-доллар более ярко выражены тенденции. Пару фунт-доллар, на мой взгляд, лучше торговать именно каткосрочно. Допустим, мы получаем отчеты макроэкономические. У нас есть, допустим, тенденции либо вверх, либо вниз. Соответственно, мы это и торгуем. То есть, лучше торговать пока каткосрок. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли. И приглашаю вас на наши вебинары следить за анонсами на нашем сайте. Еще раз всем успехов. До новых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...